привет всем подписчикам моего канала гостям канала любителя моделизма решил снять видео с анонсом как бы и обзором некоторых наборов так сказать наборов будущих построек в общем сейчас наблюдаю за настройкой панзера 3 на канале сергея заратова в общем опять вдохновил на доработку так сказать потому что я до этого когда собирал как бы что-то то ли настроение не было то ли желание не было ты то ли и того и другого скорее всего не было и не стал я с ним заморачиваться и не сделал ни масляных точек и сколов да и подставки не было вот сейчас появились подставки и думаю довести до ума модель уже сделать масляные точки которые вот на эти места там крышу на выступающей части там многие знают как делается многие может не знают потом ничего сложного нет там эти гайды везде есть в интернете это все делается было бы желание исковый тоже как бы техники эти все есть в интернете это делается будем тренироваться так сказать на кошках штудировать повышать свой скилл так сказать ну это вот собственно вот по этой модели поставлю на эту подставку ее посажу травку сделаю землюшку вот такой будет танкист кстати шел в наборе добавил этот антену из проволочки сделано то что ее красить да и всюду вот по этой модели все потом следующий план появился нашел за граммах вот такой вот наборчик от мастер бокса них очень хорошие наборчики вот тематических статей собирает любит миниатюры вот диорамы всегда у них можно найти какой-то набор но крайне мере на милитаристскую тематику такую немного у них таких вот этот вот в частности набор хузет то есть кто здесь кто там получается такой будет сюжет что немецкий советские солдаты встречаются за какие-то то ли секунды до до стычки давно хотел попробовать миниатюр диорам там где присутствует часть улицы здания полазил там на я моделисти а и моделисты есть магазин нашел там уже меня потом станет церковь разрушена более-менее подходящий чтобы мне удалось применить фигурки в коробке там можно посмотреть пару литничков мастер бокса как бы как сказать вот как и не эксперт такой ну до этого строил с мастера бокса как бы литье неплохое как бы сильных таких трудностей не представляет для новичков очень удобный иногда можно там подшпатлевать это у всех болячка ну вот еще от драгона неплохие вот мне нравятся фигурки мастер бокса предпочитаем такие ну вот два длитель литничка там еще тут оружие наша отечественная ппш свт мп-40 карабины немецкие там кортики фляжки в общем так но это как бы такой тоже загорелась как бы как бы не потухло а то уже пока здание придет пока а вот конкретно как бы начну разогрев буду вот собирать панзар 3 приведу должный вид и начну сборку вот этого набора томей возможно многие собирали такой набор у меня есть тоже на ям моделисты заказывал то есть получается этот панзар 2 какая-то модификация джи что-то орудие там или башни к этому с фигурками давайте заглянем две инструкции одна из них на японском языке мы японские рассматривать не будем так а что тут еще вон вложены какие-то брошюки поглядим здесь варианты окраски получать и деколь как располагается кстати тоже что-то на японском языке возможно их тоже две даже показан способ как наносить камуфляж какие-то ватные шарики приклеивается потом видно аэрографом сейчас точки прокрашивается кстати вот интересно что мне понравилось что мне понравилось так это вот здесь раскладка по окраске эмблем эмблем это тоже перебор как бы там все равно в 35 масштабе это не получится это все изобразить ну по крайней мере так что может познавательно как бы даже возможно ставлю себе вот эту раскладку по африканскому корпусу потому что нет нет да будешь строить что-то подобное но это у них по 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 погонам по званиям раскладка только почему-то в английском варианте майор капитан там раскладка кстати очень мне нравится по ну подробно у них все это вот там есть это расписано видно исторические справки вот здесь 41 42 а это видно какие дивизии там участвовали чтобы как бы очень много дотошных моделистов есть допустим как-то я пока собираю так просто прилепил что-то там какие-то декали и шабаш а есть честно говоря сейчас порой начинаешь задумываться как бы тоже не попасть бросок что там потом какой-то конкурс выставишь а там какой-нибудь умник тебе говорит оказывается там танк-то и дивизия-то не участвовала в сражениях на этом фронте там как бы все равно придерживаясь такого свободного моделизма особо не заморачиваюсь карта боевых действий по моему северная африка средиземное море бенгази триполи ну вот там где основные были бои тобрук глядал аламейн всем всем знакомый знаменитый весь театр действий военных действий в северной африи тут инструкция пошагово идёт с другой стороны получается тоже тут всё не знаю тяжело ошибиться солдаты но с солдатами как бы проблем не будет разберёмся а вот ну в принципе тут даже далеко ходить не надо вон тут подсказка сразу какой миниатюр ну у меня она будет тут гораздо меньше по масштабам тут вот у них показано прямо там танковая колонна прёт с легковым автомобилем у меня будет просто танки вот пехота сделают так в наборе что-то есть кстати что интересно ещё не доводилось пока собирать их танк значительно меньше чем Т3 получается если сравнить вообще какой-то карапут по сравнению что Т3 хотят Т3 тоже если поставишь его рядом с КВ там или с ИСУ-152 кажется совсем букашкой какой-то ну вот то есть верхняя часть корпуса ванна ну со сборкой проблем не будет ну там идут что-то литники фигурки там как бы тоже особо заморачиваться как бы все знают что там и как бы литьё неплохое вот гусельки ну тоже как бы винил но по крайней мере не как у Арк Моделс как вот я недавно мушился с КВ-1 это вообще был трубоотделом так я не люблю такие густые с двух частей резиновые тем более тут хоть аккуратненькие они все равно может быть не такие реалистичные но сейчас нам будет работать приятно интересно просто загляну честно говоря фигурки глянуть сколько там частей у них так что у нас тут по фигурам ну фигуры почти почти полная сборка у фигур вот честно говоря вот мое мнение вот эти фигурки которые вкладывают к технике мне кажется у них качество чуть похуже детализация меньше чем у тех у которых отдельные наборы идут совсем фокус не хочет брать ну тоже так сказать этот запилим что-то будет ну да фигурки как бы немножко детализация поменьше там ну ладно все равно как бонус пусть будут так это что у нас декали декали там африканского корпуса там на выбор там и по схеме можно посмотреть какие пришпандорить вот это тоже 2001 год там и тут непонятно то ли они отлили его в 2001 году ну видно что как бы то там опять ну из новых так тоже оружие каски тут сейчас отдельно тут хвостины разберемся так ну это все будет подготовкой взялся за африканский корпус подготовкой масштабным ну таком как масштабным лишь ты помасштабнее но мне не доводилось собирать такие вот к этому набору как бы я уже по моему не обзор делал а где-то там упоминал уже в этом в прошлых видео вот набор сейчас мы его откроем тоже получается североафриканская компания зенитное орудие 88 мм калиброган флаг 36 получается с фигурками и мотоциклом вот это вот меня больше всего настораживает что я вообще не собирал на раннем этапе да у меня была неудачная постройка мотоцикла его забросил не знаю как надо будет потом его куда-то прилепить сейчас он только подойдет как где раму его где-то вставить сгоревший мотоцикл где-то или подгруженицами танка раздавлены что-то такое ну собственно вот весь сюжет пожалуйста ничего выдумывать не надо в принципе можно вот так и поставить и сделать как реализовать это все единственное как реализовать это все тут у нас инструкция вся опять же это театр военных действий тут уже не предлагали а тут тут как бы на двух языках она сразу там в том наборе было и отдельных а тут и на японском и на английском языке тут куча информации всех вот черно-белые фотографии имеются и молодцы конечно японцы вот насчет не знаю вообще у них все наборы для моделизма для людей сделано как-то все удобно получается вот как раз по теме да ну сборка тут понятно тоже все пошагово все у них тут деталь а вставьте в отверстие б поехал поехал проблем не должно тоже быть займет время конечно вот мотоцикл сундап мотоцикл сундап вот по-моему кого-то я видел видео это по-моему не у Сергея Заратова там сундап он собирал там еще кто-то вот делал обзор по-моему ну еще какой-то не помню извините конечно всех не запомню на многих подписан и не помню просто как звучат ники как зовут где-то кто-то делал обзор вот недавно тоже новая тамия мотоциклик по-моему этот масштаб чуть помельче придется поднапрячь сейчас мотоциклом фигурки вот там по-моему карта вот как эту карту делать будем разбираться как делать карту ну понятно расчет артиллерийский раскладка цвета какие-то выкрашивать тоже раскладка по званиям то есть ну как бы для информации да в 35 масштабе это изобразить как бы хотел я найти декали есть такие вот погонов всяких нашивок их постоянно почему-то нет в наличии редкая штука так тут типы снарядов получается тоже можно разные сделать бронебойные вон по-моему high explosive это эти осколочно-фугасные краску можно сделать камуфляж снарядов наверное декали будут раскладки сколько чего он там подбил ну вот такой вот получается гайд что у нас идет коробки расклеивать не буду ли ну там как бы качество неплохое можно особо даже там не ковыряться понятно что там детали пушки идут опять же получается 1 2 2 3 4 5 6 8 фигур солдат опять же тоже к набору прилагается ну приличная но по моему мнению до драгона чуть-чуть не дотягивает ну по крайней мере которые вложены в набор так я тут посчитаю конечно по возможности фигурки от драгона звездовский посмотрел тоже парень делает обзоры клей модул клей модул гансфер по моему канал такой начинающий тоже у него что-то посмотрел он звездовский эти наборы собирает и что-то мне совсем хотя тоже хотел попробовать думал заказать сейчас что-то желание то и отбило так вот литники все это детали орудия нормально литье в общем тут собственно особо проблем не будет так что вот таких вот так сказать планы планов громадье спасибо за просмотр ставьте лайки кому понравилось кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал всего доброго